доброе утро дорогие мои мы стюри на месте и готовы вам рассказать еще об одном золоте наших огородов я бы так сказал о средстве которые человечество знает много тысячелетий любит много тысячелетий и применяет его как питательные так и лекарственные средства но в любом случае когда вы его применяете вы считаете что вы получаете большую пользу и это действительно так гиппократ просто считал его лекарственным средством он применял его при многих заболеваниях назначая как внутрь так и компрессы мази настойки ну и всякие другие способы которые вы тоже много-много знаете и это средство я про него сочинил даже стих творение если есть проблемы ног головы желудка сердца применяете вы чеснок нет могущественные средства это действительно чеснок чеснок который почти во всем мире применяется может быть не всегда он считается таким интеллигентным как бы средством но при этом плохо или хорошо но у нас при любых заболеваниях даже очень серьезных заболеваниях таких как чума там и холера чеснок шел на расхват и всегда действительно был очень популярен как лекарственные средства я его помню с детства как и все вы но я его помню как форму профилактики заболеваний то есть вот я маленький ходил в детский сад у нас на столиках стояли чашечки с нарезанным чесноком то есть мы пока кушали я уж не знаю мы кушали чеснок или нет из этих это но все знали что это нужно подышать потому что тогда не заболеешь я работал в пионерском лагере там была у нас замечательная врач не на кузьми ниш на и строгая и серьезная которые вот просто заставляла также ставить на стол чашечки с нарезанным чесноком когда была сырая погода когда было немножечко как-то прохладно и начинались простудные заболевания появлялись эти чашечки на столах больше того она рекомендовала родителям и всем воспитателям пионерского лагеря чтобы детям заказывали привозили чеснок чтобы у них был чеснок и так интересно было что на последнем ужине дети начинают прятать маленечко хлеб выносить хлеб и после его натирать чесноком и под одеялом когда уже прозвучал отбой потихонечку кушать и делиться друг с другом и хлебом и чесноком так вот на совещании где директор говорит ну как-то нехорошо так у нас дети тащит этот хлеб как будто они голодные врач не на кузьми ничего нет 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 пусть берут берут они чеснок с ним едят а значит у нас будет меньше заболеваний такое у меня воспоминание детства и сегодня я вам действительно рассказываю про чеснок и чем же он полезен я прям почитаю вам тексты которые здесь написаны немножечко и содержат соединение с лечебными свойствами чеснок относится к семейству луковых растений он тесно связан с такими разновидностями как лук порей и лук шалот в одной головке чеснока содержится от 10 до 20 сегментов которые называются зубчиками или дольки у нас в этом году вот такой крупный чеснок то что лежит это матушка на семена отобрала и уж тут долька так долька кстати интересно что вот зубчики это одно а еще хорошую на название долька долька да и вообще название чеснок а ну удивительно по этимологии то есть по происхождению потому что происходит от слова честный чеснок вот он честный действительно такой деятель для нашего организма в древние времена чеснок используя преимущество в качестве лекарственного средства подобно применение данного растения задокументированным в ряде источников им пользовались жители египта в древней греции и даже китая согласно заявлению ученых польза чеснока об условном наличии в нем составе соединение серы который образуется при измельчении или разжевывание сегментов чеснока наиболее известным соединением алицин является нестабильным и его можно встретить только в свежем нарезанным или недавно раздавленном чесноке то есть алицин не бывает в сушеном чесноке то есть самое это важное полезное средство она только по свеже нарезанном или раздавленном чесноке при попадании в организм человека все выше указанные соединения распространяется по всему телу и оказывает сильное биологическое воздействие так какое же воздействие оказывает на организм поднимает иммунную систему укрепляет иммунную систему несмотря на то что чеснок имеет сравнительно небольшую калорнию он считается очень питательным продуктом чтобы доказать это рассмотрим содержание в одной порции чеснока весом 28 граммов объема суточной нормы питательных веществ марганец 23 процента витамин 17 процентов витамин c 16 процентов силен 6 процентов клетчатка 0 6 грамма машка у тебя где весы а можешь дать весы а Просто нажать, и они начинают О, смотрите, тут интересно сказано, что суточная норма чеснока 28 граммов Давайте посмотрим, сколько это 28 граммов Так, 15 О, ровно 28 граммов Слушайте, ну это большая суточная норма Я, конечно, вот столько в день не съедаю Я съедаю половину вот этой дольки Значит, ну четвертые суточные нормы Надо поднажать Укрепление иммунитета Многим известно, что регулярное потребление чеснока позволяет улучшить работу иммунной системы Так, проведенное 12-недельное исследование продемонстрировало, что ежедневное потребление данного растения позволяет снизить риск развития простудных заболеваний на 63% Это вам ни одна прививка от гриппа такого процента не дает и от других вирусов При этом ученые установили, что при включении в рацион зубчиков чеснока продолжительностью лечения от симптомов простудных заболеваний Или гриппа в среднем снижается на 61-70% Ну то есть ускоряется лечение на 70% При этом для достижения минимального из этих показателей Достаточно потребления 2,6 граммов чесно-экстракта в сутки Ну экстракт, я вот не знаю, что это такое Наверное, вставлено как рекламный Тут строчка, не будем на нее ходить Несмотря на все, что в одном обзоре ученые пришли к выводу, что подобные доказательства недостаточно требуется проведение дополнительных исследований Однако, несмотря на подобные заявления, ученые-специалисты рекомендуют включить чеснок в рацион лицам, часто болеющим простудным заболеванием Ну действительно, в нем сера и другие вещества, они убивают и бактерии, и вирусы И причем распространяясь вот таким образом по телу, в виде молекул этих веществ, они очищают все Очищают кровь, очищают сосуды Понижение уровень холестерина Добавление в рацион зубчиков чеснока позволяет снизить не только уровень вредного холестерина, но и общий уровень холестерина Кто-то спрашивал меня тут недавно, батюшка, что нужно для снижения холестерина Вот чеснок, чеснок У лиц с повышенным уровнем данного вещества в крови чеснок позволяет понизить объем холестерина на 10-15% Ну, прекрасно При этом важно обратить внимание на то, что чесночные добавки снижают уровень вредного холестерина При этом не оказывают никакого влияния на хороший холестерин Ну это такой спорный Но и вот самое главное для нашего возраста Предотвращает деменцию и болезнь Альцгеймера Сейчас считают, что 70% тех, кто за 60, начинают испытывать деменцию И где-то около 30 или аж 40% начинают страдать Альцгеймера Просто разные формы Есть очень такой, можно так сказать, сильный И тогда сильные пропадания памяти, сознания и все остальное А есть достаточно слабенькие Хотя деменция, она тоже от Альцгеймера Поэтому, когда, говорят, 70% деменции начинают страдать То можно сказать, что это уже и определенный Альцгеймер Что это такое? Потеря памяти То есть уже не помнят что-то особенно короткой памяти Вот вчера положил и забыл куда А детство, вот эти все старые воспоминания Они становятся крепче, чем свежие И поэтому они начинают вылезать А вот короткая память, она начинает страдать И вот от Альцгеймера и деменции, то есть от глупости И потери свойств мозга Альцгеймера это от мира, а не клеток мозга Помогает чеснок Класс Увеличивает продолжительность жизни Вот это нам очень с вами нужно Вот И доказать влияние чеснока на продолжительность жизни Практически невозможно Однако основываясь на всех вышеперечисленных полезных свойствах Данного растения можно утверждать, что регулярное употребление позволяет исключить ряд факторов риска Снижающих продолжительность жизни Таким образом чеснок позволяет увеличить продолжительность жизни Нельзя также опускать тот факт, что чеснок позволяет предотвратить инфекционные заболевания Которые являются часто причиной смерти особенно у лиц пожилого возраста и людей с дисфункцией иммунной системы Все поняли? От ковид, чеснок Как я понимаю, как и полынь Но вот полынь, она уже, видать, на глубоком уровне действует Там вот есть средства, которые уже лечат во время заболеваний ковидом И кровь очищает А в чесноке прямо вот на самом поверхностном уровне начинается убийство этих вирусов и этих бактерий ненужных Ну и всех других заболеваний И это в сочетании, мне кажется, с полынью просто два идеальных средства Вот прямо самые такие Способствует выведению тяжелых металлов из организма Ученые обнаружили, что потребление зубчиков чеснока позволяет обеспечить защиту клеток организма от негативного влияния тяжелых металлов Во время одного из исследований, в котором принимали участие работники завода по производству автомобильных аккумуляторов С высоким уровнем свинца в крови Ученые обнаружили, что регулярное потребление чеснока на протяжении четырех недель позволяет снизить количество данного металла в крови на 19% Подобное влияние от продукта также позволило устранить некоторые симптомы отравления металлом Такие как высокий уровень кровяного давления, головные боли Важно отметить, что большой объем чеснока превзошел по результатам даже препарат под названием депенициламин Предназначен для устранения симптомов отравления металлом Вы скажете, мы не работаем на аккумуляторном заводе Москва, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Кострома Все большие города, особенно там, где есть большие трассы Они все такое имеют количество металла в воздухе Свинца прежде всего Вот и других Что чеснок в них просто самая большая необходимость Вы живете порой на трассах вдоль знаменитых таких, как Кутузовский проспект, Ленинский проспект, Волгоградский проспект Где пробки все время стоят и дымят Хуже, чем на аккумуляторном заводе Поэтому вот чеснок вам просто сильно необходим Укрепляет кости Это нужно и во время менопауз Женщин, у которых кровь сходит, уходит кальций и все остальное Ну и всем пожилым людям Недостаточность, костная недостаточность Это одно из самых наших с вами частых заболеваний и проблем Который мы пытаемся чем-то отрегулировать Но ни одно из ранее приводимых с участием людей исследований Не изучало влияние чеснока на потери костной массы Однако в данном направлении проводилось множество экспериментов на крысы Которые показали, что данное растение позволяет снизить потерю костной массы За счет увеличения уровня эстрогена Ну это женщина Исследование проводило участие женщин в период менопаузы Показывало, что потребление всего 2 граммов свежего чеснока Существенно замедляет скорость снижения уровня эстрогена Таким образом данный продукт позволяет снизить скорость потери костного массы Укрепить кости и предотвратить развитие остеопороза Дальше, если вы почитаете все списки Он и от заболеваний кишечника, от заболеваний желудка От подагры От венозных заболеваний Укрепляют сосуды И особенно полезен сердечникам Потому что чеснок укрепляет сердечную мышцу Вот своими металлами Которые мы уже с вами читали Что тут у него и цинк И медь Марганец Селен 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 один из самых важных Причем не знают, как его в каком витамине вложить Чтобы он сохранялся Пожалуйста В чесноке он в природном виде И поэтому Легко включить в рацион Легко включение чеснока в рацион За счет приятного специфического скуса Не относится к числу полезных для здоровья Свойств данного растения Но считается очень важным Этот продукт можно использовать в качестве специй Для многих блюд Как включить в рацион Вы сами все это знаете Я могу сказать Что у меня, например Несколько последних лет Когда возрастные Произошли изменения Как я вам рассказывал Мужская Мена пауза Произошла Появилось Неприятие чеснока Я его Пытаюсь кушать А у меня Жуткая изжога И я не знаю Как ее преодолеть Но Вот ковид И вот эти все Его проблемы Заставили меня Обратить внимание Малышка каждый день Такую дольку съедает А я Сидел Завидовал Но потихонечку начал С маленьких Кусочков Вводить 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 И сейчас Съедаю Пол дольки И все Все нормально Это у меня дискинезия Желчевыводящих путей Ну там загиб такой Вот который Вызывает Застой желчи А Чеснок ее Очень Активно Помогает Выбрасыванию Этой желчи Ну кстати Это тоже полезно На самом деле Функции И хорошо бы ее проводить 2 грамма Тут пишут Женщинам Достаточно Ну 2 грамма Это даже не знаю Какая Вот тут есть Маленькие Вот маленькие Дольки Маленькие дольки Выращены Матушкой Из Бульбочек Так называемых Он стрелу дает Такую И вот там Вырастает Такая Семенная Бульбочка Вот эту Бульбочку Значит Семена Эти сажает Из них Получается Вот такие Вот 2 грамма Мелкие Чесночинки Это для Обновления Фонда То есть Вот если Вы всегда Будете сажать Вот такой Чеснок Вот Матушки Вот он Медленно шел Вот к такому Большому А на следующий Год Она посадит И такой Большой И маленький И маленький Опять начнет И там Вот свойства Этого Чеснока Увеличиваются Если он Освежается И Если вы Встретили Что он Такой Вот Мягкий Безвкусный Значит Какой-то Либо его Плохо Хранили Либо Он уже Застарелый То есть Пора обменять Этот фонд Тому Кто его Растит В этом году Матушка Такой вырастила Чеснок Что вот Я Беру На кончик Языка И у меня Слезы текут Прямо Круче Чем Аджика Режет Ну Правда Уже Подпривык Немножечко Уже Легче стало Когда начинал По новой Значит То Тоже Было Вот Сильно Тяжело Начинать Во рту Горело Все Жутким Образом Что нужно Отметить Самое Главное Нужно Чеснок Из своей Местности Брать Вот сейчас Сказал А москвичи Скажут Ну надо Тогда В Подмосковье Его купить Ох Он Очень Очень Активно Собирает Вот Всю Вот эту Можно Так Сказать Грязь То есть Он Любит Впитывать В себя Вот эти Все металлы Все эти Значит И к сожалению Это может В него Попасть Тогда Надо думать Где Купить Чеснок В магазинах Очень часто Иностранный Сейчас Чеснок На нем Специализируется Турция Израиль Ну в общем Южные Страны Где еще Полив Нужен Чеснок Когда растят Нужен Хороший Полив Но к сожалению Точно так же Как и Другие Продукты Которые Нужно Выращивать С водой Его Стали Часто На Гидропонике Выращивать И там Химикаты И там В общем Не самый Качественный Чеснок Получается Поэтому я не знаю Как в магазине Его проверить Как понять Хороший Он или не хороший Но скажу сразу К нам Не обращайтесь У нас Нет Достаточного Для высылки Чеснока Вот Поэтому Каким-нибудь Образом Сами Решайте Эту Проблему Так что Вот Все что я вам Рассказал Еще Расскажу Как сажать Его Вчера Услышал От местной Женщины Такую Поговорку Когда Сажать Чеснок Когда Лес Оголится Тогда И чеснок Садится Вот Такая Значит Поговорка Все Спасибо За внимание Я надеюсь Что вам Было Все это Полезно Сейчас Просто Прекрасно Когда мы Находимся С вами В изоляции Никто Не нюхает Никому Значит Это Но я думаю Что Даже Не в изоляции Если Натереть Чесночком Масочку И пойти То будет Эффект От этой Масочки Намного Больше Чем Просто От Простой Маски Нечасточной Я шучу Конечно Извините Так что Применяйте Каким Образом Ну вот Вообще То Применяли Еще И Вешали Клали Вот Маленькие Кулечки Женщины Для того Чтобы Испарение Защищали Их Наверное Тоже Можно Нарезанный В какой Нибудь Значит Не знаю Тканевый Или еще Какой То повесить Наверное Тоже Будет Помогать Ну и Дома Можно Поставить На столе Нарезанные Тут Дети Сидят Пусть Не едят Но Они Зато Будут Дышать И Вот Это Все Будет Оздоравливаться Так что Здоровья Вам Всем Радости Аминь 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 Аминь